лет пять как активно читаю новости на стоп геймеру и только сегодня узнал про ваш на второй канал на ю тубе ни разу не тормоз спасибо этого на стоп кеке сидел просто все время а щит и биколки так а мне интересно где баня ваня не придет так ваня да он слился у него большая проблема у него не 10 винда как в советских сказках бегают меж берез а теперь ты меня догаднят а может это в чате подскажут а то пиздить то все гораздо а вот лев толстой вот это все что ли нам эльман ты не знаю алло алло но еще один сверни игру я свернул уже глеб прекрати говно в трамвае прислал 100 рублей ребята так какой состав то будет и хлеб макс саша и эльман да лиман на сегодняшний день да это все кто смогли уцелеть ради стрима на данный момент вы можете есть такой предложение вы можете зас память личку в контакте буду пришел на стрим грешные мы грешные жены в салват помилуй нас пожертвенные мы грешный салат помилуй нас грешные и мы грешные зажали мы сгрешные мы грешные свой по съехай кульминация грешные розами у нас трамвая в ride трамвай пр Stone в рай ой я знаю откуда это название да вот он 100 рублей пристал и говорит кост где угарь пусть поорет нам хотя я почти сейчас погоди почти победила игры можешь поорать все хотят чтобы ты порал хотя бы ну блять прислал 100 рублей твою мать куда тут нажимаешь чтобы отправить деньги в жертву здравому смыслу а вот куда спасибо и на мотор 300 рублей просто люблю этот донат игорь лизни кост а ну свой лизни короче спрашивают тут спрашивают откуда взялось название трамвай трамвай в рай рассказываю мы как-то стримили я Лизнул Прямо вот Как волк Какой ужас Прямо перелизнул Бля, и все уехали Все, я уехал от вас Пустите меня нахер Не нахер Не нахер Знаете, какой у него большой язык Между прочим Весь лоб покрыл мне Мелкий 1096 прислал Five United States of America Долларс Блядь Что? Окей Он USD попытался Прочитать 5 баксов Щеки на глаза залезают У Игоря язык Весь Сашин лоб покрывает Макс, как размытие в гриде новому брать Как это все связано Это очень взаимосвязано У Саши сейчас такое размытие Джексон Флеминг прислал 100 рублей Так как, бля Все заткнулись и слушаем Эльмана Гусь, хуйни, не крякни Тринадцатый дьяволенок Еще до этого прислал 314 рублей Глеб, тащи Вот, это было самое отличное Мотивирующее просто Ты сейчас разговаривал Как этот из, блядь Короче, профессор Как-то рыгается Был Рика Морти, да Глеб просто плодит Сегодня звуки для донатов Я думаю, на следующем Лимане Когда мы будем их обновлять Он будет звездой Вообще Первой величины Кстати, блядь На Игромире Столько людей подходило Фотографировали все, блядь А фотографии со мной Всего три загружено В час Они просто потом увидели Что получилось И такие Вот я так и думал, блядь Это были те люди Которые фотографируют Не для публичных альбомов Берите, пожалуйста, ребенка С радаров Тут у меня замес Я думал, это, блядь Кто-то левый ворвался Я просто оживусь Я себе представил Как будто Макс В каком-то общественном месте сидит И вася Ребен такой Уберите, пожалуйста На самом деле Он до сих пор Убегает Порточку Закройте в маршрут Старая подруга Ильмана Прислал 100 рублей Ильман, привет Мы давно с тобой не общались Как у тебя дела? Просто Мы живем С тобой рядом Уже давно Но в последнее время Не контактируем Прямо сейчас я вся мокрая Сука Блядь, не читай Меня там девушка смотрит От дождя От дождя От мысли о тебе Нет, не от дождя От дождя Пожалуйста Прямо во время стрима Встань и сними Свои душные штаны С любовью Твоя Дурак Разве дети не спят Я живу Что даже? Я в дальней комнате Я специально профессионал А, тебе такую психушную сделали, отбили стену, вот это вот, да тебе? Я могу здесь нормально вообще себя чувствовать. Сослали в дальнюю комнату, типа, нахер этого старика, он все равно не к себе. Я, блин, я подбирал, ну, то есть специально, как бы, у меня, ну... Сам себе замок выбирал на дверь. Относительно всей моей квартиры, это самый дальний угол, он окружен только, ну, типа, кухней, гостиной, где никто не спит. Кухней окружен? А доступ к чему-нибудь из этого у тебя есть вообще? Нет. Через люк могу спрыгнуть к соседям, стилю, только бацану. Это... Я все, как донат не посчитаю. Оказ-то, 72, 100 рублей, бля, я пропустил, можно еще к вам успеть? Да, наверное. Я ходу, знаете, вообще, как это работает. Глеб, а ты едешь вообще при этом, только читая комментарии? Я, да, я 13-й. Ну, то есть я 13-й, но передо мной никого нет почему-то. Ну, ты, может, меньше доната читай и как бы... Не, я в порядке, мне нормально. Не помогает. Бехаха, я в это прислал 101 рубль. Глеб, коротко о своей ситуации, я сосал, меня сосали. А, сослали. Окей. Все понял. Соболезную. И быстро. Ну, блядь, это, привет! Я догнал тебя. Пошел нахуй, блядь! Петушара, блядь! Мне прям... Самое странное... Это не странное, но это, блядь, показательно. Вот, если бы я так себя вела, как сейчас себя ведет Эльман, мне бы говорили, что я быдло. А Эльман так себя ведет, ему, блядь, ни одного замечания в чате. Я специально... Глеб так себя ведет, и я ему говорю, Глеб, ты быдло, блядь! Чем, ртом, блядь? Ртом ты быдло, Глеб, ты понял? Ты быдло ртом! Я на другой вопрос отвечала. Вернее, не вопрос. Я ртом институтов не кончал, как говорится. Тебе институты в рот кончали, но не помогло. Все равно ты быдло. Это называется двойные стандарты. Вы не разрешаете мне то, что разрешено остальным. Да разрешаем, конечно, давай, чё ты хочешь? Тебе кто-нибудь из нас хоть слово говори лучше? Из вас нет, я, блядь, получаю чат. Ну тогда не херчи! Да им... Да они же просто выделаются. Ты чё, это же не всерьез-ку всё. Думаешь? Я прям представляю себе, сидит такой аристократ, блядь, с моноклем, чашечкой, винишко. Такой... Эй, не, не, это, блядь, скользкая дорожка, рассказывать мне про то, что это, типа, всё не всерьез, это, блядь, скользкая дорожка. Скользкая, как язык, Игоря. О, ну, кстати, такой мягенький, приятный, очень. Вообще, я как бы погружён в молодёжную культуру. Так, мы сейчас на ламаргини, что ли? Да вообще. В какую культуру? В молодёжную культуру погружён. И как бы хаски, это репер. Репер. В смысле, в эти, как они, вот, смешарики какие-то, да? И это тоже, мимимишки. Смешарики-реперы, да. А я не помню, как ещё, блин. Ха-ха-ха. Ну, какие-то, блядь, люди. Хованский. Не-не, такие жирным животом. А, ну да, Хованский. Хованский, Хованский. Да-да-да. Хованский. 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 Ну, типа, блядь, идёшь там по рынку, папуяк с горы продаёт. Там что-нибудь шауха. Ха-ха-ха. Чё за пятна с этим, Макс? Ха-ха-ха-ха. Всё, всё, сейчас сделаю. Может, одновременно и мясо срезать, и как бы там соус готовить, и вот это всё. Точно, Макс похож на Уильям Адефо, точно. Опять начинается. То на Адефо, то на Кристиана Бэйла, вы уж определитесь там. Не-не, на Адефо Бэйл посимпатичнее. Ха-ха-ха. На Кристиана Адефо, ты что? Ха-ха-ха. Уильям Бухлот. Ха-ха-ха. 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 Андрей Кулаков, ты похож на мою бывшую соболезную. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. То есть уже понятно почему она стала душой. Кунгур, партнёрки, гальперин, японщина, лоев, лом, велисов, разум, бардуков, скорость, карамышев, нарезки, баранов, мазик, краснопольская, мелота, кост, мат, пауля, подача, мещеряков, сердце. И это только этот канал и те, кого я знаю. Да-а. А вместе с сайтом это стопгами. меня там не было почему там не было меня ты был бы печенью если я сердце то охренеть настал тот день когда меня нет каком-то перечислении касающимся стоп гейма ну все старейшек да и Эльмана тоже нет меня никогда не бывает Эльмана ты еще нет а меня уже нет приперлись все блять приперлись я была вторая стала десятая в смысле пьяное лицо Макса лучшая часть 3 у меня не пьяное лицо я отрезвый я могу даже на паспорт сейчас сфоткаться серьезным лицом это абсолютно не показатель так-то это максимально серьезное лицо я помню когда я жил еще в Москве я пошел фоткаться фоткаться на визу в Ирландию как раз после того как у тебя переночевал но получилось неплохо в общем мне потом пришлось аппеляцию давать я не знаю аппеляцию? не приняли даты и забраковали аппеляцию да она говорит вы че блять у Макса кулаков что начинали? мы не медийская струля что ли? Глеб, Глеб, а вот у меня короче важный вопрос есть очень я просто не помню сколько твоим детям лет кто-то из них ходит уже в школу? нет но будет но это никак не связано с возрастом у Саши вообще пространственно-временные искажения я в детях вообще не понимаю ничего в том плане что я не очень понимаю какой возраст там что они растут так же как и мы то есть вот когда у тебя в жизни год проходит у ребенка тоже не 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 я например там не знаю когда они начинают говорить или там на ноги встают вот это вот мне непонятно в школу идут смотришь на ребенка типа ну блять ну понятно ему года три нихуя не понятно то есть ну в общем нет подожди но пойду да когда-то в школу кто-то пойдет я знаю вопрос подразумевает вероятность ответа что типа нет не пойдут ну вдруг они будут на домашнем обучении так тоже бывает вот какой вопрос я очень много типа сталкивалась с тем что родители помогают детям делать уроки вот я считаю что это полная ебалла потому что вообще-то типа уроки как раз 하지만 для того чтобы ребенок учился зачем ему помогать ну да ты согласен со мной ты будешь помогать тебя делать уроки или ты как бы ну по я я согласен с тобой но я буду помогать детям deals уроке 3 потому что мне самому интересно ну типа интересну всю теорию обучения red мы с них и так я сделал но вот если он скажет я не могу это сделать ты что будешь за него это делать нет конечно ну я буду я скажу на руку пошел сидим а я сделал и он такой плачет и Глеб такой доволен заебись такой так может нажать change vehicle если у кого есть бабло нету нету я бегу за тобою потому что нет денег на игре почему не было ретро-реквесты когда он будет он будет завтра перенесён на субботу из-за того что день рождения у моего младшего сына сегодня был ему подарили сегодня сухой бассейн с шариками ну в общем вы знаете куда я пойду после стрима так хочу кто-то еще не доехал а глеб я причем вроде бы скоро может еду так вот я за глебом смотрю вот глеб подъехали я доехал уже но я доехал мне грек записал что они там с драйшером будут всех нагибать на счет они не нагибают я просто не обратил внимание на турнир на таблицу не с вами года никогда ты как те чуваки которые никогда не оборачиваются на взрыв да он доехал трек я не смотрю на таблицу мне неважно кто на каком месте я победил альман а чё у тебя капот на распашку ты лучше багажник распахни я подъезжаю долго готовил такое в тишине сейчас скажу сейчас скажу вот сейчас ждал момента ждал сближение что давайте заканчивается не спать хочу ну давайте это было неплохо да всем спасибо это было очень интересно мне очень понравилось да ребята спасибо блюдите себя и ну вообще не хворай спасибо спасибо Продолжение следует...